МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации. Телерадио компания Гомель. Студия Маргарита Шибукова. Добрый день. Старшиня Гомельского облаканка Маул Владимир Дворник провел встречу с керівниками предприємства в приватной форме власности по вопросу развития бизнеса в сфере вытворчества и послуг. Под час ЯЕ были подведены выники работы за 2015 год и вызначены актуальные селетние задачи. Представников приватных предприємств, которые достигнули значительных успехов, ознагородили дипломами и премиями. Подробности встречи в материале Дмитрия Котова. С каждым годом приватный бизнес оказывает все больше значный вплив на экономическое житие региона. Об этом свечить такие лижбы. По выниках минулого года от предприємальников у бюджетного керівника больше 4 триллиона 200 миллиардов рублев. Это 23% одногольных поступлений, что на 5,5% больше, чем в 2014 году. До речи, это другие показчики в Украине после Минской области. Летось в регионе створено больше 700 працонных предприємств, які специализуются на вытворчасти, розничном гандле и оказании послуг. Активно развивается бизнес и у сельской мясовости. Тут летось открыта свыше 170 предприємств. Значная роля зараз належить приватному сектору экономики у створении новых рабочих місцев. Все лето у сферы малого и середнього бизнесу планується просолодковать больше, як 2300 человек. Для поддержки малого бизнеса у нас в области была утверждена и закончилась в прошлом году программа государственной поддержки. В этом году утверждена уже новая государственная программа на 16-20 годы. Там предусмотрены финансирования, в том числе на ряд инвестиционных проектов. У нас создана большая и достаточно успешно работает сеть субъектов инфраструктуры поддержки малого бизнеса. Это наши центры поддержки предпринимательства, инкубаторы. Для начинающих предпринимателей мы готовы за счет бюджета провести курсы. Подчас своих выступлений у представники бизнес-супольности в области говорить о перспективах и новых инвестиционных проектах. До прикладу, керавник приватного предприємства Сажлобина Александр Улянков лечит, что только поширение ассортименту продукции, освоение новых видов творчостей и переориентация рынков сбыту дозволить быть конкурентом с дольными. Все лето в городе Металургов, и он реализует два инвестиционные проекты. Плануется открыть 120 новых рабочих местов и повеличить огульную колькость працующих на предприємстве до 500 человек. Мы в этом году имеем программу развития предприятия. Для нашего предприятия с целью стоит реализация инвестиционного проекта строительства медицинского центра в городе Жлобине. И мы хотим еще дополнительно построить один розничный объект в городе Жлобине. Кроме этого, стараемся развивать свое оптовое направление. Поэтому руки не опускаем и будем стараться, чтобы показатели 2016 года были лучше 2015 года. Александр Улянков, а так само и еще 37 керовников приватных предприємств отримали у знагороды за уклад у развитие экономики в области. Означены так само старшини Речицкого, Кармянского, Будокошелевского и Жлобинского райвы Конкамов за створение сприяльных умов для реализации предпринимательской инициативы. Дмитрий Котов, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Господарки Гомельской области в целом готовы до поселной. Як шакается, ответные работы начнутся уже на наступном тыдне. Олег Свинтюров ознайомился с выниками опошних проверок Комитета Держанного контроля и наведал одно сельско-господарчих предприємств. Верагодний за все, гэтый сельско-господарчий год легким не буде, навык, коли мерклаць по климатичных умовах. Снежного покрыва практически не было, а тому и велигатье у Глебе не вельми шмат. У гэтым годзе под Яровая зерневая на Гомичне отведено коля 160 тысяч гектаров для паровнания, а зимы в регионе замают площадку маль удвоя большую. Разом с тим, поздняя весна диктует свои умовы для того, ка патермаць добрый уроджай, сеять перейдеться у достатково степлые терміны. Весенний сел надо кончить не позже 20-25 апреля. Только тогда можно ожидать хорошего результата при соблюдении технологии. По информации комитета дежурного контроля, недохопы за директоркой техники до весновых полевых работ выявлены у Добрским, Лоевским и Октябрьским районах. Реческий район у ГТСПИС не трапил. У Калгаси 50-готкастричника кажуть, что коли б на дворе дозволяло, выйти на палетки могли б уже давно. После яким рази технику тут адраматовали свои часова, и як заповнюють специалисты якосно. Неу опошню чергу по финансовых причинах работы проводили самостойно, причем на запчастках не экономили, набывали только самое якостное и надеянное. Сам сделаешь, сам будешь работать. Если свой двесель заводской родной перебрал, то он где работать. А на завод сдал, я сколько уже по опыту, он работает мало. И потом много нараканий. Что-то честоносение зерневых культур, то по информации комитета Держконтролю, им господарки в области у целом забеспечены. Разом с ним контролеры звернули увагу на невельми высокие темпы накопления минеральных удобрений. По культу кечверть от потребности. При том, что только сябой ранних яровых пропоты вязковцев не обмежуются, необходимо доглядать еще и за посевами азимых. Перезимовали они основным неадренно, и коли не здаются неких климатичных катаклизмов, можно сподеваться на добрый урожай. Как только станет положительной температурой, начнет вегетация, мы их начнем подкармливать азотными удобрениями. И в данный момент азимы нас удовлетворяют. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель», Реческий район. Створить соправдывесновый настрой постарались организаторы и удельницы конкурса «Королева весна-2016». На оригинальном этапе межвузовского конкурса за этот титул змогалися 9 удельниц. Кто завоевал корону-пероможцы, путеку на республиканский этап, ведая Ганна Ковалева. Я считаю, что главная задача всего жюри и конкретно моя, как председателя, это через внешнюю красоту увидеть внутреннюю красоту девушек и экспрессию, энергию, то есть то, что она сможет отдать залу и победит так, кто будет лучше сегодня на сцене. В составе жюри, окроме представников сферы моды, так само ведомые у Гомеля артисты, ведущие и стилисты. Их первое знакомство с удельницами отбылось подчас конкурсу визитовок. Усягодь авчин чекало 5 этапов. Причем, все лето в программе изъявились и новые выпробования. Из программы «Новшества следующие» в этом году мы добавили новый конкурс. Это презентация костюма из экологически безопасного материала. Экономия, бережливость являются главными факторами благосостояния. Все наши участницы – это в первую очередь девушки. Будущие мамы, будущие жены. Поэтому в хозяйстве это всегда пригодится. И в будущей жизни, в семейной, это всегда будет кстати. Модели одения девушины створались паперы, мешковины и навод пакетов для смети. Со штадионных материалов утромались соправданные шедевры. Такие, как, например, Цукенко, створенные с больше 800 паперовых руж. Не меньше уразил и творческий конкурс. Вокал, хореография и навод театральное мастерство. За один номер свой сценичный образ конкурсантки могли изменить в несколько разов. Халунная жинтры, а кто из их варты, титула Королева Вясна, раскрылась в самом конце вечера. Третье место заняла Алина Гапуненко, студентка Белорусского державного университета транспорта. Первый вицемис стала Мария Тарапына за университет имя Франциска Скарыны. Корону первоможца отрмала Галина Касьянова, студентка медицинского университета. И Королева Весной 2016 по итогам, как вы видели сами, долгого жюринства и судейства признана участница номер четыре, Галина Касьянова. Девушка научится на четвертом курсе. С детинства профессийно занимается хореографией. Однако, будучи не морать стать, а ур-урачом и допомогать людям. Честно, я не ожидала. Я участвовала первый раз в таком конкурсе. Я просто пришла получить удовольствие. Ну, кайф. Я не знаю. То есть, просто порадоваться этому событию, получить какой-то опыт. И, честно, я не ожидала. Я даже не контролирую сейчас свои эмоции. Здесь, на самом деле, очень отличная атмосфера. Мы сдружились и было очень приятно работать. История республиканского конкурса «Королева весна» началась и больше, чем 15 лет тому. Финалист кименолога зараз, вядомая в Беларуси и России, актрисы, спевачки и владельницы титула у пригожостей Сусветного Узроню. Переможца селетнего областного этапа Галина Касьянова у Красивяку представить наш регион на республиканском этапе. И, махчима, в будущем еще не раз заявить про себя. Ганна Ковалева, Максим Славин, телерадио-компания «Гомель». На этом выпуске завершено. В студии працавала Маргарита Шибукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин